за это могут посадить любого таксиста наверняка если ты работаешь такси то тебе попадались я же матери с ребенком который заказывает такси без детского кресла и ты теряешь кучу времени и среди отцов конечно же тоже такое бывает я их называю просто я же отец который также пренебрегает безопасностью своего ребенка экономия на нем почему так происходит почему такие конфликты постоянно мелькают сети интернет на ю тубе везде соцсетях получается с двух сторон вот это противостояние со стороны пассажиров с детьми и со стороны водителей неужели трудно научиться заказывать такси с детским креслом перма посмотри на мой взгляд пассажиры просто тупо экономят деньги но какой ценой ведь действительно стоимость поездки в такси с детским креслом она стоит дороже нам всем нужны бабки а иногда и в два раза ну и пассажир с ребенком заказывает такси думает зачем я буду платить если меня кто-нибудь увезет и их частное оправдание то что тут недалеко я его буду держать на коленочках аккуратно вы же поедете безопасно аккуратно вы же профессионал иронично это лишь оправдание пассажиров чтобы их совесть была спокойна что они доверяют своего чада и себя водителю такси перекладывая всю ответственность на него а водитель свою очередь не думает и виноваты во всем в этом мы с вами потому что мы позволяем ездить пассажирам с детьми без детского кресла возможно ты не возишь принципиально так но возит твой коллега либо знакомый обязательно кто-нибудь да хоть раз сделал поездку без детского кресла пожалел мать с ребенком в мороз либо в дождь и отвез допустим два километра до больнички и вот такие ситуации они создают понимание пассажирам что зачем платить больше если меня все равно кто-нибудь отвезет если кто-то им отказал то приедет следующий и увезет поэтому мы с вами формируем в сознании пассажиров которые ездят с детьми что можно обойти так скажем систему и заказать такси без детского кресла и кто-нибудь увезет сэкономив какие-то копейки ты приезжаешь на заказ и при этом еще бывает что подача у тебя два километра и ты ехал 10 минут ты приезжаешь и смотришь что стоит пассажир с ребенком и ты понимаешь что это неправильно я не поеду без детского кресла ты пытаешься объяснить пассажиру что нельзя ездить в такси без детского кресла потому что ребенок это самое ценное что у вас есть но пассажир посмотрел на тебя и сказал да я всегда так езжу и типа ладно езжай вы вызываете машину без детского кресла и причем эти пассажиры некоторые они настолько хитрый что они заказывают за наличку чтобы не было никаких неустоек за подачу и ты стоишь и смотришь наблюдаешь ты отказал пассажирам с детьми поездки ты смотришь что приезжает какой-нибудь другой водитель и они берут спокойно и садятся и ты видишь что там детского кресла нет и получается ты из-за этого коллеги потерял время ведь если все массово отказывали то пассажиры бы не заказывали они знали что это бесполезно и несмотря на то что ты потерял время заработок ты можешь быть спокойным ты не нарушил закон ты не рисковал своей свободой тот водитель который увез после тебя пассажира с ребенком без детского кресла рано или поздно вжир вы ходите по охуенно тонком ульду друзьям и вот представь ты согласился вести пассажира с ребенком без детского кресла сидит он на коленочках и даже небольшой дтп отразится на ребенке потому что он отскочит как мячик мать его не сможет удержать не зря придуманы законы чтоб обязательно перевозка в детском кресле потому что ребенок это самые ценные и это сделано для безопасности лучшем случае у ребенка будет ушиб а в худшем случае он погибнет и как ты думаешь вот в такой ситуации даже если ты не виноват дтп как будет настроена мать конечно же она будет обвинять во всем тебя и она тоже вспомнит что ее ребенок дороже денег и потом она захочет наказать водителя ведь он виноват дтп он не избежал он смог предвидеть даже если он не виноват ведь это он повез без их детского кресла ничего бы не случилось если он отказал конечно же я же мать попросит наказать водителя и когда это все произойдет тут как раз у водителя начинаются большие большие проблемы и все зависит от ситуации как пострадал ребенок на водителя заведут несколько уголовных дел статья 238 ук рф гласит нам что оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей по части 1 этой же статьи можно получить штраф до 300 тысяч рублей либо лишение до двух лет по второй части этой же статьи если в деле фигурировали дети возрастом до 6 лет либо последствиями стали причинение тяжкого вреда или смерть человека штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до 6 лет со штрафом и третья часть этой же статьи она самая суровая это когда происходит смерть двух и более лиц лишение свободы до 10 лет я понимаю что ты скажешь ой со мной такое не случится это случается вообще редко и все можно избежать и действительно там поездка была недалеко но знаешь что я хочу сказать и палка стреляет раз в год то зачем формировать в сознании пассажиров что можно экономить ездить без детского кресла как же бороться с такими водителями которые возят без детского кресла и оставить комментарий написать как ты думаешь как надо бороться с водителями которые возят пассажиров без детского кресла из-за которых страдаем все мы с вами теряя время и заработки а теперь задумайся стоит ли возить детей без детского кресла не слишком ли высокие риски и